МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полтонны батареек. Прокуратура начала проверку после пожара в ресторане «Хачу Пури». Телеканал Омск ТВ рассказывал о происшествии. 5 июня огонь охватил кровлю здание номер 1А по улице Дзержинского. Он является объектом культурного наследия. Предварительная причина пожара – возгорание жировых отложений в воздуховоде. На тушение ушло 6 часов. Обошлось без пострадавших. Общая площадь пожара – 400 квадратных метров. По данному факту прокуратуры Центрального административного округа города Омска организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Со скандального застройщика дома на 6-й станционной взыскали почти 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре. Установлено, в июне 2022 года мэрия заключила с компанией ДСК-3 контракт почти на 600 миллионов. Задача – возвести многоэтажку для переселения омичей из аварийного жилья. В ожидании 573 человека. Дом должны были сдать еще в августе 2023-го, однако подрядчик сорвал сроки. Сначала фирме объявляли предостережение, в итоге контракт расторгли. Гендиректора ДСК-3 Александра Макарова оштрафовали на 8,5 миллионов рублей. Деньги – в городской бюджет. Напомним, сейчас достройкой здания на 6-й станционной занимается новый подрядчик – компания СМУ номер один. Готовность объекта – 60%. Здесь, в центре города, ежедневно откачивают воду из многоэтажного дома по улице Подгорная, 19. Забился канализационный коллектор, тонул весь район. Жильцы до сих пор не могут разобраться с последствиями затопления. Месяц назад из канализационной станции украли два насоса, поэтому здесь затопило подвал. Подключиться к центральной городской канализации нельзя. Не позволяют технические особенности. Местные жители вместе с управляющей компанией пытались решить проблему. Написали заявление в полицию. Они приехали, зафиксировали кражу. По сей день насосы не нашли. Управляющая компания откачивает мотопомпой каждый день канализацию из подвала, потому что происходит подтопление. Приезжали раз в 5-6, помогали водоканал откачивать. Получается, застройщик насосы не покупает. Было к нему обращение, и в администрацию обращались, водоканал обращались. Для откачки воды с 9 утра до 10 вечера жильцам приходится использовать вот такую мотопомпу. Раньше вода поднималась выше колена. Сейчас мотопомпа сдерживает напор. Без этого оборудования подвал затопит за пару дней. Вода поднималась до этого уровня. Вносить воду ведрами тоже бесполезно. Она тут же прибывает. Ситуация сложняется тем, что в подвале электрощитовая. Слесарь Руслан Ахметов спускается сюда только в резиновом костюме. Тока может ударить в любой момент. Впрочем, местные жители боятся не только этого. Последствия потопа даже в квартирах. Живу я на первом этаже. Ощутила на себе все прелести вот этих вот потопленных подвалов. Потому что чуть-чуть потеплело на улице. У меня попалки двух, воски, макруши, вот эти все. Я по этому поводу писала заявление в управляющую компанию о том, что возникли такие проблемы. Они мне ответили, что они провели санобработку подвала. Но после этой санобработки прошло буквально немного времени. Опять появилась та же вода. Опять появились те же проблемы. В квартире запах. Жители неоднократно жаловались и в Минэнерго, и в мэрию. Даже писали в Генпрокуратуру. Ответ один. Проблемой должен заниматься застройщик. Здесь эта компания – Геоторг. У застройщика на это нет никаких средств просто-напросто. Так как у него долгов сейчас больше, чем на 15 миллионов. Средств нет у него на то, чтобы приобрести насосы. Передать администрации на баланс КНС они не могут, так как она в неисправном состоянии. А администрация наша готова принять только исправную КНС. Купить за свой счет, за счет жильцов, насосы туда мы тоже не можем, так как это частная собственность. Мы попытались обратиться за комментарием к застройщику. Здравствуйте, меня зовут Арина, я корреспондент телеканала Омск ТВ. Наш диалог записывается. К нам обратились жители Подгорной 19, топит подвал. Все нам говорят, что за ситуацию должен отвечать застройщик, а это вы. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Алло? Мы не оставим попытки связаться с застройщиком. А пока в компании пытаются избегать проблем, жители дома начинают конфликтовать уже между собой. А при чем тут поорать? Мы тут живем и травимся. Открывайте двери. Кто-нибудь его не отказать? Может, там еще зимой двери открывать? Телеканал Омск ТВ намерен направить все материалы по этой проблеме в региональную прокуратуру. Прокуратура потребовала убрать стихийную свалку в Октябрьском округе. Телеканал Омск ТВ стали известны результаты проверки надзорного органа после выхода в эфир материала о проблеме. Напомним, куча мусора возле завода компании Омск Сайдинг Инвест. Местные жители рассказывали. Территорию уже ограждали бетонными блоками и рыли ямы, но отходов меньше не стало. Омичи в соцсетях предложили вариант решения проблемы – установить видеокамеры и привлекать нарушителей к ответственности. Но главная задача сейчас – убрать свалку и очистить территорию. К такому же выводу пришли и специалисты природоохранной прокуратуры. Дана оценка исполнения органами местностного управления обязанности по очистке территорий от отходов. По результатам проведенной проверки, бюджетное учреждение города Омска Управления дорожного хозяйства и благоустройства внесено представление об устранении выявленных нарушений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Прогулка до работы, библиотеки и отряда. Только такие занятия остались у нашей собеседницы. 1 января 2021 года женщина убила бывшего мужа, который избил ее. Сейчас Абинчка отбывает наказание в колонии и поселении. По понятным причинам лицо показывать не хочет. Признается, до сих пор не понимает, как все произошло. Осужденная вышла замуж в 16 лет. Родила первого ребенка в 17. Первые годы брака жили душа в душу. Прекрасно семья была. Детишки росли. Любимые родители были, как говорится. А потом уже начал он употреблять алкоголь и приходить домой уже поздненько. Начал ругаться сначала, потом уже руки распускать. Мы рассказываем эту историю со слов осужденной. В 1995 году произошла драка. Мужчина ударил мать двоих детей ножом и пригрозил, что если та напишет заявление в полицию, то после тюрьмы он доведет дело до конца. Убьет наверняка. Тогда женщина поняла, терпеть больше нельзя. Подала на развод. На суд по расторжению брака пришла в Синяках. Следующие несколько лет бывшие супруги не общались, хотя мужчина пытался наладить контакт с детьми. Так было до 2018 года. Он работал в Хантамасийске, а проездом приезжал и заезжал в гости. Там просто, как говорится, где деньги даст ребятишкам, где-то что-то это. И сердце оттаяло, и, как говорится, вроде бы хороший мужчина, да уже немой. 31 декабря 2020 года бывшие супруги отмечали вместе Новый год. Мужчина напросился в гости. Праздник прошел без скандалов. 1 января отец детей купил мороженое. Женщина порезала десерт, нож положила рядом. В этот момент бывший супруг предложил возобновить отношения, но получил отказ и разозлился. Ну и только ножик, как говорится, помыло, хотела его положить. А он стал в дверь выходить. И, как называется, резко поворачивается руку на меня. А я голову опрокинула. И у меня руки, как говорится, машинально развелись. И получилось то, что у меня межреберное у него. Через два дня мужчина умер в больнице. Мать двоих детей осудили на 7 лет. Сейчас к ней приезжают дети, а скоро наведуются и внуки. Женщина выйдет на свободу через 4 года. Признается, стыдно перед детьми за то, что убила отца. А я здесь опять, как говорится, не увижу ничего. Все без меня теперь. Не знаю теперь, как. Пыду наверстывать буду. Как говорится, упущенная. В колонии-поселении женщина трудится подсобным рабочим. В свободное время можно ходить в библиотеку. Осужденная любит детективы. А по воскресеньям в церковь. Телеканал Омск ТВ уже поднимал эту тему. Мы подробно рассказывали о домашнем насилии в нашем регионе. В прошлом году в полицию поступило 5000 заявлений о побоях в семье. Жертвам предлагают помощь. По адресу Комсомольский городок, 15, находится социальная гостиница. Там предоставляют жилье и питание. Консультанты помогают с работой, а психологи проводят бесплатные сеансы. Пока родитель занят юридическими вопросами, с детьми занимаются педагоги. Охрана гарантирует безопасность. На примере нашей собеседницы из колонии-поселения очевидно, насилие не должно порождать насилие. Есть законные способы противостоять домашнему тирану. Депутат Томского горсовета Инна Гамолко уехала на Донбасс. Она будет волонтером в Донецкой Народной Республике, о чем сообщила в своих социальных сетях. Напомним, Гамолко заседает в парламенте второй созыв и является заместителем председателей комитетов по социальным и по финансово-бюджетным вопросам. С 2016 года сопредседатель общественной организации «Оплот». Имеет высшее образование переводчика с английского и французского языков. Депутат отмечает, любой желающий оказать помощь на передовой может обратиться в штаб «Единой России». Долго шла к этому. Мы живем в нелегкое время. И каждый вносит посильную лепту за наш мир, борьбу за мирное будущее поколений. Я уехала волонтером в ДНР, помогаю ребятам в госпитале и переводчикам. Поняла здесь, как воинам трудно и как им нужна помощь и поддержка. В Омске к летнему сезону готовы четыре пляжа из пяти. Состояние проверила специальная комиссия, сообщили в мэрии. Территория Первомайского пляжа сейчас буквально скрыта под водой из-за паводков, поэтому зону для горожан открывать пока не планируют. Положительные заключения получили оба центральных, советские и кировские пляжи. Весной объекты благоустраивали. Установили новые урны, кабинки для переодевания и питьевые фонтаны. Модернизировали и спасательные посты. Теперь там новые средства связи, медицинский инвентарь и резиновые лодки с бензиновым мотором. В штабе спасателей в этом году 24 человека. Каждый прошел специальное обучение. В этом году была проделана большая работа, так как до сих пор большая вода, было очень много вывезено топляка, убрано мусора. В связи с большой водой также завезли 200 тонн песка, разровняли, завезли вагоны, устроились спасатели, то есть приготовили пляж полностью к открытию. Амичи собрали полтонны батареек. Их отправили на утилизацию в рамках федерального проекта «Чистая страна». Горожане приносили использованные батарейки в штаб общественной поддержки. Материал долго разлагается в естественных условиях, загрязняет окружающую среду. Поэтому важна правильная утилизация. Пункт сбора продолжает работу и сейчас. Тем временем депутаты Омского Заксобрания обсуждают эко-повестку. Для нашего региона тема имеет особое значение. По итогам сегодняшнего заседания будут разработаны предложения и замечания на законопроект, которые я как субъект законодательной инициативы представлю в комитет законодательного собрания Омской области, который курирует разработку этого законопроекта. Больше новостей в нашем телеграм-канале. QR-код на экране.